Представим круг тех вопросов, которые станут предметом нашей работы сегодня. Мы с вами работаем в рамках проекта нашей организации «Школа высоких достижений», цель которого – помочь школам. Спасибо, коллеги, я вижу ваши знаки. Цель нашего проекта – это по актуальным сложным вопросам помочь образовательным организациям найти способы решения. Проблем с одной стороны. С другой стороны – поддержать образовательные организации в реализации, в подготовке точнее и реализации проектов в рамках государственной программы развития образования, в рамках национального проекта образования. И вот в рамках этого проекта мы эту тему и вот эти вопросы, обозначенные на слайде, выделили, что связано с теми неудовлетворяющими нас сегодня результатами диагностирования читательской грамотности у школьников 15-летних, которые показывают наши российские школьники. Мне кажется, если говорить о таком глубинном ответе на тот очень важный вопрос, который обозначил сейчас Сергей Александрович в чате, это, конечно, собственно говоря, нам, педагогам, надо начинать с себя. То есть, а насколько мы сами мотивированы на то, чтобы быть успешными. И мне кажется, вот здесь ключевой ответ – надо начинать эту работу с себя. Василий Васильевич Давыдов писал, что это границы этого подросткового возраста примерно совпадают с обучением учащихся в пятом, четвертом, шестом классах средней школы. И этому же возрасту посвящены работы психолога Драгуновой, Цукерман Галины Анатольевны, у нее есть по этому поводу работу. И вот Галина Анатольевна отмечает, что как бы четвертые и пятые классы являются как злополучными классами, особенно пятый класс. Он как бы провалился в зазор между младшим школьным возрастом, младшим школьником, можно сказать, и подростковыми возрастами. Очень часто за этим стоит некоторое недоверие к себе и нежелание как бы вдруг неправильно. Так вот важно и у ребят этого возраста важно сформировать убежденность, настрой на успех и вести себя как во своем внутреннем мире, как успешный человек, то есть удачливый человек. То есть прежде всего успешность начинается в голове. Она начинается с нашего принятия и выстраивания, восприятия себя как успешного человека. И следовательно с пятиклассниками и с учителями, а потом и внедрять, или совершенствовать, улучшать систему оценивания учебных достижений. Не только предметных, но и метапредметных достижений. И организацию разных форм детской и детско-взрослой совместности. Это очень важно для того, чтобы школьник становился самостоятельным. Очень важна и мотивирующая роль играет предтекстовая работа с заглавием текста. Какие техники могут использоваться? Вот здесь они описаны. Например, предложить по формулировке, обычно они у нас такие повествовательные предложения, да? Сформулировать вопросы или подобрать ассоциации к заголовку. Оценивая предметные знания и осуществляя помощь в освоении предметных знаний, важно вот эти три уровня иметь в виду. В любом случае, если предметники наши принимают. Пока они могут принимать два уровня. Базовый и повышенный. Здесь речь идет о более тонкой дифференциации. Формальный уровень, то есть освоение внешней стороны действия, то есть делает по образцу в знакомых ситуациях.